Олеся Алексеевич Бузина, украинский писатель, журналист, телеведущий. Биография. Родился 13 июля 1969 года в Киеве. Родители Олеся, по его словам, были потомками украинских казаков и крестьян. Отец, Алексей Григорьевич Бузина, офицер 5-го управления КГБ, прадед писателя, служил в царской армии офицером, а во время коллективизации 1930-х годов был раскулачен и отправлен на строительство Беломарканала. Учился в Киевской специализированной школе номер 82 МТГ. Шевченко окончил в 1992 году филологический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности преподаватель русского языка и литературы, но преподавательской деятельностью не занимался. Работал в разных киевских изданиях, газетах, Киевские ведомости, 2000 журналах, друг читателя, лидер Натали Эга, XXL. С 2007 года ввел авторскую колонку и блог в газете «Сегодня». В октябре 2006 года являлся ведущим программы «Тейн Лига» на канале «Интер» современной украинской телеверсии игры «Брейн Ринг». В 2010-2011 годах вместе с журналистом Евгением Марином выпустил цикл документальных фильмов «Следание пращуров». С 2011 года участвовал в программе «Холостяк. Как выйти замуж» с Анфисой Чеховой. Был кандидатом в народные депутаты Украины по мажоритарному киевскому городскому избирательному округу номер 223 от партии «Русский блок» и занял четвертое место, набрав 8,22% голосов избирателей. На повторных выборах по тому же 223 округу 15 декабря 2013 года Бузина набрал 3,11% голосов избирателей. С января 2015 года шеф-редактор газеты «Сегодня», в марте 2015 уволился, заявив о цензуре руководства инфохолдинга «Медиагруппа Украина» запрете критики премьер-министра Арсения Яценюка и бывшего президента Леонида Кучмы. Также, по его словам, причинами стали отсутствие у него как шеф-редактора четких полномочий, неподконтрольность его редакции сайта газеты и запрет принимать участие в ток-шоу и давать комментарии для СМИ. Олесь Бузина неоднократно приглашался на ток-шоу на российском телевидении, а его статьи и интервью публиковались в российских СМИ. Олеся Алексеевич Бузина убит 16 апреля 2015 года. Отпевание прошло в соборе Киева Печорской лавры. Похоронен 19 апреля 2015 года на Берковецком кладбище в Киеве. Олеся Бузину проводили в последний путь под аплодисменты общественной взгляды. Олесь Бузина придерживался взгляда от реединства русского народа и поэтому называл себя и украинцем, и русским. Он поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков. По его мнению, сведомые украинцы озабочены не столько созданием украинской культуры, сколько уничтожением русской. Олесь Бузина никогда не поддерживал оранжевую революцию, также основал течение так называемых «шевченкофобов». Национальный союз писателей Украины после публикации книги «Вурдалак» Тарас Шевченко обратился в прокуратуру с просьбой возбудить против Олеся Бузины уголовное дело за разжигание межнациональной вражды и клевету в адрес Шевченко. После отказа прокуратуры возбудить дело Союз писателей Украины обратился в суд с требованием привлечь Бузину к ответственности. Однако писатель выиграл судебный процесс, доказав несостоятельность обвинений. После проигранного Украинским Союзом писателей процесса прямо возле здания суда на писателя совершено нападение. Всего против писателя было возбуждено 11 судебных процессов, которые он выиграл. Инициаторами судебных процессов против Бузины были также политики Павел Мовчан и Владимир Евариевский. В январе 2006 года Олесь Бузина заявлял, что, как писатель, знает о существовании политической цензуры на Украине, поскольку несколько украинских издательств побоялись издавать его книги. В мае 2009 года Олесь Бузина предложил принять пакет законов, запрещающих неонацистские организации и пропаганду нацизма, запретить пропаганду идеологического наследия ОУН как тоталитарной фашистской партии. Это предложение поддержал один из лидеров партии регионов Борис Колесников. По мнению Олеся Бузины, опубликованному на антищенковском сайте Антифашистский комитет Украины, президент Украины Виктор Ющенко покровительствует украинскому неонацизму и сам является неонацистом. Против Олеся Бузины предпринимались попытки цензурных ограничений идеологического характера. В мае 2009 года Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали поручила своему аппарату провести мониторинг печатных СМИ на предмет соответствия закону о защите общественной морали. Это было сделано по инициативе члена комиссии, директора Института Украина ведения П. Кананенко, который обратил внимание комиссии на публикации Олеся Бузины в газете «Сегодня», где якобы дискредитируют выдающихся украинских деятелей. Выбирается все позорное в нашей истории. Общественное объединение «Гей-форум Украины» в 2011 году поставило его на 4 места в рейтинге «Гомофобный деятель года». В частности, приводится такое высказывание писателя о гомосексуалах. «Они должны уважать мое человеческое проявление физической брезгливости к ним и стараться не проявлять при мне своих порочных наклонностей, тем более не навязывать их обществу. Место педерастов среди педерастов». Инциденты. 11 марта 2011 года в прямом эфире ток-шоу Евгения Киселева «Большая политика» Сергей Паярков прочитал лесный отзыв Бузины о Паяркове как художнике. И писатель в газетной статье и заявил, что заплатил Бузине за эту статью. Словесная перепалка переросла в драку, после чего Бузина был удален из студии. Как объяснил Киселев, «Не потому, что он начал драться, а потому, что он осмелился упрекнуть меня в том, что я здесь кого-то за деньги приглашаю выступать в нашей программе». Высказывались предположения, что драка была запланирована, однако участники конфликта это опровергали. Убийство. В марте 2015 года. За месяц до гибели. В интервью российской газете Бузина рассказал о нападениях и угрозах в свой адрес. В ряде телевизионных передач также высказывались опасения об угрозе его жизни. Олесь Бузина был застрелян с пистолета ТТ 16 апреля 2015 года около 13 часов 20 минут в Киеве возле своего дома по улице Дегтяревской, 58. По данным пресс-службы МВД убийцами были двое неизвестных в масках. Автомобиль с итальянскими номерами был позже обнаружен брошенным в Шевченковском районе Киева. Каких-либо доказательств, указывающих на личность преступников, в нем обнаружено не было. Согласно разосланному по электронной почте письму, ответственность за убийство взяла на себя украинская повстанческая армия. Организация с таким названием в России включена в перечень экстремистских, однако правоохранительные органы Украины отрицают ее существование. Представители СБУ Украины заявили, что по данным лингвистической экспертизы авторы письма не являются носителями украинского языка. Журналист Анатолий Шарий и ряд СМИ обратили внимание на то, что личные данные Олеся Бузины, в том числе и адрес проживания в Киеве, были накануне выложены на сайте. Миротворец авторы сайта заявляет, что данные Бузины были внесены на сайт уже после его убийства. Милиция считает, что убийство носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью журналиста. Было отмечено также сходство с убийством Олега Калашникова. Кроме того, отрабатывается версия личных неприязненных отношений, связываемая с публикацией в открытом доступе домашнего адреса Бузины. Среди других версий представители МВД, властных структур Украины и украинские политики называют провокацию со стороны российских спецслужб. Конфликты в среде представителей оппозиции, либо месть представителей криминальной среды, с которыми был якобы связан Бузина. В то же время за пределами Украины были высказаны мнения о политическом характере убийства, которое является частью кампании по зачистке политической оппозиции. Убийство вызвало определенный резонанс на уровне высших должностных лиц государств и представителей международных организаций. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство провокацией и высказал мнение, что оно направлено на дестабилизацию ситуации в стране. Расследование убийства было взято им под личный контроль. С осуждением убийства, соболезнованиями родным жертвой и требованиями всестороннего расследования выступили генеральный секретарь Оон Пан Гимун, официальный представитель ОБСЕ США и России. С призывами к тщательному расследованию убийства и его осуждением выступили также журналистские и правозащитные организации. Следствие 18 июня 2015 года Аваков сообщило о раскрытии убийства и задержании трех человек, обвиняемых в убийстве. Все задержаны – активисты ультраправого движения. Один из задержанных – Андрей Медведенко – был активным майдановцем, а также руководителем Печорской районной организации «Волсвобода» в Киеве. Был активистом и одним из создателей ее наиболее радикального крыла – организацией с 14-ю. В конце 2014 года недолго служил в зоне АТО в составе батальона МВД «Киев-2». Другой – Денис Полищук, также националист и участник войны на Донбассе, выдвигался на выборах в Верховную Раду в 2012 году от политической партии Украинской национальной ассамблеи. Третий подозреваемый был отпущен в связи с недоказанностью. 23 июня Полищук был отпущен на свободу под залог в 5 миллионов гривен, который внес за него бизнесмен, экс-первый заместитель председателя правления ОАО «Укргосдобычи» Алексей Тамразов. Но 2 июля суд отменил это решение и повторно арестовал Полищука. 9 декабря 2015 года Печорский районный суд Киева освободил из-под стражи под круглосуточный домашний арест активисту националистической организации «Дениса Полищука». Подозреваемого в убийстве журналиста Олеся Бузины суд также обязал подсудимого носить электронный браслет слежения. Мера пресечения избрана на срок до 9 февраля 2016 года. 31 декабря под домашний арест был выпущен и Медведко. 25 марта 2016 года Печорский районный суд Киева отказался продлить домашний арест для «Дениса Полищука», а также замени меру пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство для Андрея Медведко. В мае 2016 года мать Олеся сообщила, что украинские власти не желают наказывать убийц сына. Следствие по делу приостановлено. Подозреваемые выпущены из-под стражи. Впоследствии по отношению к одному из подозреваемых были отменены все меры пресечения и сняты любые ограничения свободы. 23 мая 2016 года Печорский районный суд Киева отказал в продлине меры пресечения в виде личного обязательства для Андрея Медведко, подозреваемого в убийстве Олеся Бузины. Память. Акции памяти в честь Бузины прошли 19 апреля 2015 года в Москве у посольства Украины, в Киеве и в Луганске. В каждом из городов в них приняли участие несколько сотен человек. Убийство Олеся Бузины посвятило стихотворение Юна Морец. 13 июля 2015 года установили мемориальную доску в Киеве на доме улицы Дегтяревская 58, где жило Бузина. Позднее 14 июля три украинских журналиста сняли эту доску как незаконно установленную. МИД РФ осудил снятие доски. Имя Олеся Бузины носит международная литературно-медийная премия. Присуждается за достижения в области литературы и журналистики, а также в общественной деятельности, связанной с историей Украины и России и с современными событиями, происходящими в обоих государствах. Проводится сбор средств на памятник Олесю Бузине. Создавать памятник будет народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук. Книги и публикации. Бузина является автором популярных книг по истории Украины и истории украинского языка, которые в популярном виде исторических новелл пересказывают истории в формате острой критики украинского национализма. Книги и публикации по истории Украины в книге «Союз плуга» и «Трезуба». Как придумали Украину, Бузина излагает версию, что украинская государственность была создана искусственно и основателем первой письменной декларации на залежности, считает опубликованную, анонимно Николаем Михновским работу «Самостийна Украина», которого считает сторонником фашизма за публичные призывы к физическому истреблению этнических неукраинцев. Бузина как филолог в этой книге излагает также мнение, что предположения об древности государственности Украины на основании патьевской летописи несостоятельны, так как речь идет об «А Украине», как об «Диком поле» на краю Литовской Руси, а даже не как об автономном образовании типа княжества. По мнению Бузины, как область Украина состоялась 17 века с момента написания у Украины заглавной буквы на картах Великого княжества Литовского. Книги «Тайная история Украины Руси» Бузина подвергает критическому анализу попытки создания искусственной древности Украины. Бузина, делая анализ археологии три польской культуры, указывает на традиционные представления, что данные территории были заселены до прихода славян в VII веке годами и поэтому керамика относится даже не к славянской, а к германской культуре. Бузина считает, что Киевской Руси не было, а было понятие Руси, а родоначальником Руси считает не Киев, а Старую Ладогу и Новгород. Как исторический первый столиц Рюриков, книги «Воскрешение Малороссии» Бузина рассказывает про близкое ему понимание истории Украины в концепции Николая Гоголя. По мнению Бузины образование Украины как политического пространства произошло в 1651 году в ходе Берестецкой битвы. Бузина считает состоявшийся в 1667 году первый раздел Украины между Польшей и Россией фактором в дальнейшем обусловившим противостояние западников и русофилов на Украине. За концепцию государства Петра I Бузина называет главным украинофилом, так как согласно коломатским статьям официальной целью было соединить оба русских народа без ассимиляции украинцев в русских, что по мнению Бузины предопределит политику России в отношении Украины на столетия вперед. Книги и публикации по истории украинского языка, книгах и статьях, посвященных истории украинского языка, Бузина излагает точку зрения, что украинская письменность создана на базе народных говоров в 1798 году Котлеровским при создании ИНИИДы. При этом Бузина в своих публикациях считает, что украинские народные говоры существовали с XV века. По мнению Бузины относительно исконной лексики народных украинских говоров, в литературный украинский язык было искусственно перенесено множество полонизмов. Грушевским, которого он называет первым профессиональным украинцем, биографии украинских националистов. В своих книгах писатель уделял большое внимание дегероизации ключевых персон украинского национализма, рассматривая их человеческие качества и подробно описывая человеческие пороки под биографическим документом. В книгах писателя большинство украинских националистов предстают неприглядными персонами. Наиболее ярким примером дегероизации украинских националистов стала книга «Вурдалак Тарас Шевченко», где Бузина собрал воспоминания современников Тараса Шевченко, который характеризует его как алкоголика и даже педофила. Как моральный образ Тараса Шевченко противопоставляется художественный образ офицера Гусара и украинского литератора Котлеревского. Хотя «Вурдалак Тарас Шевченко» скорее не произведение Бузины, а сделанное писателем подборка записок современников Тараса Шевченко. Но разрушение идеального образа Тараса Шевченко было воспринято многими современниками Бузины, как оскорбление украинской культуры, что привело к множеству судебных процессов о недостоверности изложенных сведений, которые, впрочем, писатель выиграл. Полная библиография Бузина, Олесь, Вурдалак Тарас Шевченко Интеллектуальный триллер К. Прометей 2127 секунд А.С.Б.Н. 966-71-60-01-7 Бузина, Олесь, Тайная история Украины Руси Довыра 25317 секунд А.С.Б.Н. 9665-071-971 Бузина, Олесь, Верните женщинам Гаремы К. А.Р. 2008-256 секунд А.С.Б.Н. 978-9-66-49-81-25-2 Бузина, Олесь, Вурдалак Тарас Шевченко Или поддельный Кобзарь К. А.Р. 2008-287 секунд А.С.Б.Н. 9664-980-560 Бузина, Олесь, Революция на болоте Взгляд белогвардейца К. А.Р. 2010-287 секунд А.С.Б.Н. 9664-981-1028 Бузина, Олесь, Воскрешение Малорусси К. А.Р. 2012-400 секунд А.С.Б.Н. 978-966-498-223-5 Бузина, Олесь, Союз, Плуга и Трезубок Как придумали Украину К. А.Р. 2013-495 секунд А.С.Б.Н. 9664-983-1028 Бузина, Олесь, Докеевская Русь К. А.Р. 2014-272 секунды А.С.Б.Н. 978-966-498-339-3 Бузина, Олесь, Утешение Истории К. А.Р. 2015-384 секунды А.С.Б.Н. 978-966-498-407-9 Личная жизнь Олесь Бузина был женат У него осталась дочь Любимыми русскими книгами Олеся Бузины являлись герои нашего времени Михаила Лермонтова и «Белая гвардия» Михаила Булгакова